Так много вопросов и мало ответов. Ковид-19 встревожил людей. У одних на самоизоляции второе имя спокойствия. Другие встревожены, ищут похожие симптомы, сравнивают и паникуют. Идея создания сервиса для консультации принадлежит уроженцу Мордовии, директору фонда профилактики рака Илье Фоминцеву. Я написал однажды пост в фейсбуке у себя и спросил людей, чтобы им интересно было знать о коронавирусной инфекции. Мне пришло больше двухсот комментариев от людей, довольно образованных, которые задавали просто фантастически глупые вопросы. И вот я понял, что глубина незнания людей об этой болезни очень-очень велика. И более того, значительная часть вопросов была связана с какими-то очень конкретными состояниями, связанными непосредственно тем, кто спрашивал. Это был очень персональный вопрос. Было решено. По COVID-19 вопросы принимали на сайте фонда профилактики рака, а 11 апреля запущен отдельный сервис. Здесь можно пройти тест и задать вопрос. Услышав ответ, успокоиться или напротив, скорее бежать к врачу. Здесь можно как получить консультацию, так и вступить в добровольцы. На сегодня их уже 30. Консультацию ведут терапевты, онкологи, инфекционисты, реаниматологи и психотерапевты. Проконсультируют и направят, каким образом действовать в том или ином случае, если он болен, либо если он контактировал с человеком, который был, скажем, инфицирован вирусом. В России подобных историй не существует. А существует только то, что есть некие какие-то информационные вещи, но там работают не врачи. У нас работают врачи, проверенные и наученные, скажем так, давать информацию, ту, которую надо. Ирина Пятина, Юлия Мамаева, Станислав Семин. Народные новости.